В Карачао-Черкесии все еще действует режим повышенной готовности, что прежде всего подразумевает готовность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь, как амбулатору, так и в стационарах, заявил сегодня глава республики Рашид Тимрезов. Также он отметил, что необходимо продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от участия в организации массовых мероприятий. В Черкесске, где сконцентрированы крупные рестораны, запрещено проводить мероприятия с участием 50 человек, отметил глава. На базе у Джигудинска центрального района больницы по поручению Рашида Тимрезова работает ковид-госпиталь. Он рассчитан на 170 пациентов, 20 из которых для детей. Медицинские работники временного госпиталя полностью снабжены средствами индивидуальной защиты. Также есть все необходимое оборудование – аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентген-аппарат, ЭКГ. К 138 больничным койкам подведен кислород. В круглосуточном режиме работает и лаборатория, где оперативно выполняются все необходимые анализы. На сегодняшний день здесь лечатся от ковида 17 жителей республики. За последние сутки в госпиталь поступило 12 пациентов. Все они получают необходимое лечение. Медикаменты предоставляются в полном объеме. На сегодняшний день, на 16 число, на утро уже было 17 больных. Поступают больные со всей республики. Там есть и Ногайский район, Зеленчугский, Усть-Джигудинский район, Карачаевский район, Прикубанский район. Они поступают со всей республики. На данный момент одна больная, которая находится в отделе реанимации интенсивной терапии, а остальные находятся в общих отделениях. Когда мы собирались в первый раз открываться, были доктора Суфы. Согласно их рекомендации, все входы, выходы, зоны, все они отмечены. И я думаю, там пересечений никакого не должно быть. На сегодняшний день смену заступали мы в 2 часа ночи. Мы работаем 6 часов. Наша смена продолжается за сегодня, за сутки. То есть было госпитализировано 12 пациентов. Тяжелых пациентов у нас одна пациентка. Алгоритм лечения, все на всех этапах, все выполняется. Все врачи отталкиваются от новой, восьмой версии. Продолжение следует...